Я представляю компанию МОНД. Компания МОНД является дистрибьютором компании PTC. Давайте я чуть-чуть расскажу вам про компанию в целом. Компания PTC – это довольно-таки крупный игрок на рынке. Это глобальная корпорация. У него довольно-таки крупный оборот. Она занимается разработкой программного обеспечения для управления в целом предприятием и его жизненных циклов. У нее есть одна из лидирующих платформ – это SingWorks, о которой я сегодня как раз бы хотел бы рассказать. Она предназначена для как раз-таки умного производства или бережливого производства. Ну и также у нее довольно-таки большой штат сотрудников по всему миру. То есть компания является уже таким довольно-таки крупным, можно сказать, пионером в области и отрешений, и цифровизации в целом. Вот. Решения компании PTC, естественно, признаны крупнейшими мировыми аналитическими агентствами в области цифровизации, да, и ее платформа SingWorks признана как одна из лидирующих на рынке. Вот. Компания также понимает, что нельзя построить полноценное решение для предприятий только лишь на одном вендоре, да, поэтому она делает большой упор и внимание на сотрудничество и совместное развитие с технологическими партнерами, да, других производств. Вот. В частности, если компания PTC сотрудничает с Microsoft, Oracle Automation, ANSYS, да, то есть их оборудование, там, программные средства можно совместно связывать, да, с продуктами PTC. Давайте вкратце с вами посмотрим, что же у нас с вами есть сегодня в мире. Компания PTC прекрасно понимает, какие сейчас задачи и проблемы стоят перед ее заказчиками и выделила основных, скажем так, три проблемы на сегодняшний день. Ну, естественно, в первую очередь это нехватка рабочих, потому что все мы с вами столкнулись, это не только проблемы России, это общемировая тенденция, что специалистов действительно крайне мало. И зачастую мы с вами сталкиваемся с тем, что на предприятиях некоторые позиции могут быть просто не закрыты по причине того, что, ну, нету человека на вот ту или иную должность. Вот. Поэтому это первая составляющая, которая нас, сейчас я скажу, к чему подталкивает. Следующее, это, естественно, у нас кризис, как вы все в курсе, у нас с вами идет экономический кризис, вот, и это вынуждает предприятия функционировать, естественно, более эффективно, то есть использовать все свои ресурсы экономические, все свои активы, да, рационально все это использовать, в общем, применять, скажем так, бережливое производство для того, чтобы банально выжить и развиваться на рынках. Третье, это, естественно, цифровые реалии мира. То есть сегодня у нас с вами идет полным ходом цифровизация, да, они говорят не только в мире, но и в России. И президент дает указания о том, что нам необходимо плавно трансформировать наше предприятие к цифровизации, к цифровому управлению. Вот. Поэтому все вот эти три, скажем так, проблемы компания PTC предлагает решить на базе ее решения. Это платформа SyncWorks. Как я вам и говорил, она уже является признанным лидером в индустрии 4.0. Она же цифровизация, она же IOT. Вот. Если говорить, скажем так, простым языком, то это перевод всех производственных процессов, да, в единое цифровое управление. Почему она является лидером? Ну, естественно, в первую очередь, благодаря тому, что это платформа, а не готовое решение. То есть она не узко заточена под определенные задачи. Она имеет у себя на борту целый ряд инструментов, о которых я сейчас чуть более подробно расскажу. Вот. И она позволяет, соответственно, на ее базе сделать любое решение, то есть максимально внедрить в производство, да, под предприятие, там, тот или иной функционал, который необходим. Вот. Давайте с вами посмотрим, как вообще в целом может функционировать у нас предприятие для начала. Вот мы видим с вами некую, тут, не знаю, может быть предприятие, конвейерную линию. Что у нас есть? У нас есть некий, там, может быть, отдел продаж, да. Безусловно, у него должна быть какая-то своя цифровая, там, не знаю, система, да, но она, как правило, изолирована от других отделов. Дальше, там, отдел разработок, инженерный отдел, управление предприятием, конвейерные, там, станки, логистика, какое-то прочее оборудование на предприятии. Все это, все это всегда присутствует на предприятиях, там, в той или иной комбинации. И у всех у них, скорее всего, уже на сегодняшний день есть свои системы, которые так или иначе передают информацию внутри отдела, но зачастую они не обмениваются ими внутри всего предприятия. Хотя, как мы с вами видим, да, это все единый организм, и вся информация в идеале должна быстро обмениваться между всем предприятием. Вот, в результате чего мы сейчас с вами на данный момент имеем, скажем так, цифровой голод у предприятий. То есть, банально у нас с вами, может быть, производственный отдел не связан, там, с отделом продаж, да, или с сервисным отделом. Хотя с сервисным отделом он еще может быть связан, да, потому что там непосредственно прямое взаимоотношение, да, но с отделом продаж связь, наверное, будет минимальная. Вот, для того, чтобы у нас все предприятие функционировало как здоровый организм, нам необходимо связать их в единую систему, как раз-таки вот на базе ThingWorx как платформы. Давайте посмотрим, что же она позволяет, да, в таком наглядном виде. Ну, естественно, в первую очередь это создание удобных интерфейсов для пользователей. Кто у нас будет являться пользователями? Вот у нас есть первое-наперво, это диспетчерская, например. Значит, у нас есть человек, который сидит в диспетчер, ему необходима информация с предприятия, там, о каких-то станках, узлах и так далее. Мы ему предоставляем эту информацию, и на базе платформы есть инструменты, которые позволяют создавать красивые странички, обложки, мэшапы, да, и мы в доступной, красивой, наглядной и, главное, понятной для него форме передаем всю эту информацию. Вот, также там прочие отделы, как оптимизация сервисного обслуживания, логистика и прочие-прочие отделы. То есть мы под каждого, скажем так, пользователя имеем возможность создать необходимый для него интерфейс, да, и из вот этого общего котла данных со всего предприятия мы можем передать ему именно нужную информацию, которая будет для него актуальна в данный момент. Следующий момент, который есть уже внутри, скажем так, платформы, это готовые приложения, которые позволяют довольно-таки быстро начать преобразовывать предприятие к новым цифровым реалиям, и не нужно при этом как бы вводить предприятие в локдаун. То есть мы можем уже начать использовать какие-то готовые приложения, там, естественно, такой, скажем, типичный будет функционал, да, но он довольно-таки популярный, поэтому можно уже плавно начать применять ThingWorx на предприятии, и не нужно сразу прям с места в карьер прыгать с программистами, с разработчиками и дожидаться эффекта долгое время. Также в ThingWorx есть различные инструменты, такие как KeepWear. Это инструмент, который позволяет нам связываться уже с существующим оборудованием. Компания PTC прекрасно понимает, что нельзя, скажем так, убивать предприятие, да, если мы сейчас сразу скажем, что все, отменяем все, что было вчера, и делаем все заново, то это просто-напросто убьет предприятие. Поэтому компания PTC старается максимально плавно все, скажем так, осуществить внедрение, и мы имеем возможность уже стараться подключаться к существующему оборудованию, да, там, с, может быть, какими-то модификациями его, да, если оно уже может отдавать о себе какие-то данные, принимать, может быть, какие-то ответные реакции, то это уже прекрасно. Следующее – это, естественно, средства разработки. Там можно программировать, можно создавать какие-то уже приложения непосредственно под предприятие, вот, ну, это уже следующий, естественно, этап разработки. Также присутствует аналитика, я о ней чуть позже расскажу более подробно. Присутствуют инструменты, которые позволяют нам связаться с уже существующими системами, вот, такими, как, может быть, CRM, ERP и прочее-прочее, то есть то, что уже стоит непосредственно на предприятии. И также немаловажный инструмент, о котором я также чуть позже расскажу, это дополненная реальность. Она тоже нам нужна для управления предприятием. Все вот эти вот инструменты, весь Syncworks может быть установлен как на серверах компании, если им это необходимо, либо же, если они хотят, это можно разместить, например, в облаках Ажура. Давайте с вами посмотрим, может быть, чуть-чуть более детально, как у нас функционирует Syncworks. Значит, в первую очередь, вот мы с левой части видим все, что Syncworks забирает, то есть это какие-то уже существующие системы на предприятии, да, то есть мы не убиваем его, мы используем CAD, может быть, PLM, CRM системы, забираем информацию от них, забираем информацию с датчиков предприятия, может быть, систем каких-то, оборудования, кондиционирования, в общем, все-все-все, собираем все, что у нас есть на предприятии. И все это отправляется, естественно, через сервер Samsungworks. Сюда же у нас подключаются различные, опять же, базы данных, которые уже существуют на предприятии, либо если их еще пока нет, то можно выбрать любую, поскольку Syncworks довольно-таки открытая платформа и дружелюбная к любому оборудованию, любому программному обеспечению, вот вы можете выбрать то, что вам удобно, где вам нужно хранить данные. Также вы собираете с различных облаков данные, CRM, ERP систем, и уже выводите непосредственно для человека в удобный для него вид. То есть это могут быть компьютеры, мобильные телефоны, могут быть очки дополненной реальности. То есть все-все-все, как мы хотим, чтобы наш сотрудник получал ту или иную информацию. Давайте посмотрим, как в целом устроена вся логика в платформе Syncworks. В первую очередь это, естественно, объектно-ориентированный подход. То есть в самой системе создается, скажем так, шаблон для какого-то оборудования. Для начала мы к этому шаблону подключаем все, от чего он зависит. То есть это может быть снабжение, финансы, запчасти, продажи, техника, все-все-все. Все события. В общем, создаем полный аналог такой цифровой устройства. И в дальнейшем мы имеем возможность раскопировать вот этот созданный шаблон на тысячи, миллионы и неважно сколько у вас подобного оборудования уже есть на предприятии. То есть происходит такое очень удобное масштабирование. Мы изначально ставим только одну вещь, а после этого мы можем ее раскопировать на много-много-много наших предприятий, филиалов и так далее. Это довольно-таки быстро, сильно сокращает время создания самого проекта. Также в платформе применяется принцип цифрового двойника. Для наглядности давайте я вам покажу, как это вообще в целом понять. То есть вот у нас есть на правой картинке трактор физический и есть прототип цифровой, который у нас находится в платформе. И мы их связываем между собой следующим образом. То есть мы берем информацию с датчиков на физическом тракторе и связываем ее через ThingWorx в наш цифровой прототип. И по итогу у нас получается связка физического мира с цифровым миром. Благодаря этому мы с вами имеем возможность отслеживать в реальном мире наш трактор, всю информацию, которую он генерирует, информацию с датчиков. Также можем отдавать туда какие-то управляющие команды для того, чтобы им максимально можно было управлять. Какие вообще в целом сейчас на данный момент самые популярные задачи, стоящие перед предприятиями? Ну, в первую очередь, естественно, это интеллектуальная оптимизация активов. Что я имею в виду? Зачастую на предприятиях сейчас существует незапланированное и простое оборудование, какая-то низкая, может быть, загрузка. То есть когда у нас оборудование банально простаивает, нам нужно это отследить. Это мы можем сделать при помощи платформы SyncWorks. Если мы все это подключаем в систему, у нас вся эта информация может выводиться в доступном виде, например, в виде графиков, либо таблиц каких-то еще способов. Следующее – это интеллектуальная эксплуатация производства. Когда мы можем с вами смотреть на то, как у нас загружено вообще в целом наше оборудование, наше предприятие, что у нас используется, что не используется, и довольно-таки быстро на это все реагировать. Следующее, что у нас с вами есть – это масштабируемое управление производством. То есть когда мы с вами имеем возможность быстро реагировать на существующее оборудование, раздавать ему команды, быстро перестраивать производство, может быть, под новые реалии. У нас сейчас iPhone выходит со скоростью света в буквальном смысле слова. То есть мы имеем возможность быстро реагировать на сложившуюся ситуацию в мире и на рынке в частности. Также это производительность рабочей силы. То есть мы имеем возможность при помощи платформы ThingWorx давать сотрудникам актуальную информацию, собирать какую-то аналитику и быстро ее выводить в понятном и доступном варианте. Тем самым мы позволяем уже существующим сотрудникам выполнять свою работу более качественно и каким-то образом хотя бы снизить влияние нехватки рабочих мест, которая сложилась сейчас в мире и в России в частности. Каким же образом все в идеале должно происходить? Понятное дело, что я вам сейчас рассказал, звучит это все как будто бы корабли бороздят космос. Но на самом деле это можно производить все довольно-таки плавно и постепенно. На первом этапе компания PTC предлагает начать плавное внедрение, то есть плавный поворот в сторону цифровизации. Каким образом? То есть вы изначально просто ставите ThingWorx у себя на предприятии, начинаете собирать просто информацию с предприятия, никаким образом не управляя, не уничтожая предприятие шоком. То есть просто вы собираете всю-всю-всю информацию о предприятии и смотрите на нее. Следующий этап – это когда у вас идет уже расширение, когда вы уже, собрав информацию, проанализировав ее, можете отправлять какие-то управляющие команды. И следующий финальный этап – это когда у вас предприятие уже полностью функционирует на базе платформы, у вас все отделы связаны между собой в единую платформу, у вас данные спокойно гуляют между отделами и так далее. То есть у вас предприятие живет действительно как единый организм. Благодаря такому подходу, что мы имеем, мы можем не вводить предприятие, скажем, в стрессовый режим, когда нужно все старое убрать, новое все тут же занести и как-то еще при этом продолжать функционировать и выпускать свою продукцию или выполнять свою работу. Что у нас еще есть для плавного поворота предприятия? И, как я вам уже говорил, существуют различные приложения внутри самого SingWorks, которые уже готовы, да, они с каким-то типичным, скажем так, функционалом, да, самым популярным. Но они предоставляют возможность предприятию быстро начать трансформацию, да, не уничтожая все и вся на этом свете, вот, а уже начать постепенное внедрение, используя какой-то уже штатный функционал. В дальнейшем, конечно, все это можно расширять при помощи программистов, там, добавлять какие-то новые виджеты и прочее, прочее. Также на платформе существует довольно-таки гибкая система по визуализации данных, то есть понятно всем, что собранная просто информация в таблицу, она никакой ценности не представляет для себя, потому что человек не сможет ее банально прочитать и понять, что ему нужно делать на базе этой информации. Мы имеем возможность создавать мешапы, да, благодаря которым человек может увидеть это все в наглядном виде и уже принимать какие-то действия. Также на платформе существует еще один немаловажный инструмент, о котором я обещал рассказать, это аналитика. То есть платформа имеет возможность именно анализировать данные. Опять же, постепенно, на первом этапе она просто может описывать, то есть что у нас произошло. Мы смотрим на информацию о том, что у нас случилось вообще, анализируя представленную, скажем так, выборку данных. Следующий – это диагностика. Почему это произошло? То есть мы уже можем смотреть чуть-чуть глубже в информацию, да, и понимать, из-за каких могло причин вот случится там то или иное происшествие. Следующий этап – это когда у нас уже включается прогнозирование, когда мы можем уже строить некие прогнозы, по какой причине может теоретически случиться та или иная ситуация. И самый финальный этап – это когда мы уже позволяем платформе выполнять собственные какие-то действия. То есть, например, мы позволяем платформе управлять каким-то, может быть, оборудованием, да, и в идеале, если у вас там повышается температура серверной, например, платформа включает сама кондиционирующее оборудование и присылает диспетчерскую, например, уведомление о том, что вот я отработал, я включил те или иные механизмы, узлы на предприятии. Также немаловажным элементом перехода от вот этих всего облака данных является дополненная реальность. Что это такое? Это инструмент, который позволяет теперь уже обратно из цифрового мира перевести информацию в доступный для человека вид. То есть это наглядная, скажем так, для него картинка. Чем она хороша? Она, естественно, позволяет контролировать и обслуживать оборудование совершенно по новому уровню. Есть возможность создавать инструкции в красивом, наглядном виде, и это поможет функционировать производству. Следующее, это помогает обучать сотрудников, то есть можно создавать инструкции в дополненной реальности, и у вас повысится тем самым безопасность на производстве. Также еще один немаловажный плюс – это легкая масштабируемость. То есть вы имеете возможность создать профессиональные инструкции, может быть, с дорогим специалистом, а потом легко масштабировать на все ваши филиалы, которые не обязательно находятся даже в одном городе или стране, а везде, где вы захотите их использовать. Давайте с вами посмотрим, на чем вообще в целом может быть просматриваться дополненная реальность. Это, естественно, любые планшеты телефона на базе iOS, Windows и Android. Это могут быть очки как смешанной реальности, такие как Microsoft HoloLens, также и очки дополненной реальности, такие как RealWear и Vizux. Давайте с вами посмотрим, как в идеале должно у нас с вами функционировать предприятие. Так, сейчас, мне надо выключить указку, то я не могу включить. Давайте посмотрим, как в целом функционирует предприятие, когда у нас применяется дополненная реальность. То есть человек, в данном случае сотрудник, может одеть такие, например, очки дополненной реальности, и давайте посмотрим, как он уже будет управлять производством на базе вот этих вот очков. Вот у нас человек подходит к оборудованию, и ему сразу из ThingWorks в очки передается вся необходимая ему информация. Может быть, какие-то уведомления, какие-то, может быть, сообщения о том, какие работы ему нужно произвести с этим оборудованием. Сюда же можно подключить элементы управления, вот как мы сейчас видим, вот видите, у него целый планшет по управлению. Он может какие-то указательные команды давать, может что-то просматривать. То есть мы имеем помощника такого для сотрудника. Смотрите, как красиво мы можем разобрать, помочь ему разобраться в оборудовании, какой ему ремонт нужно произвести. И все это, опять же, это уже сегодняшний день, это наши реалии. Это все уже можно применять сегодня. Давайте с вами посмотрим, каким образом вообще в целом это дается, потому что, наверное, выглядит это сейчас как какой-то космос, что это все где-то существует на видео, и это невозможно внедрить, что это очень сложно. На самом деле это не так. Вот сейчас в реальном времени вы видите видео о том, как создается дополненная реальность. И в дальнейшем сейчас мы с вами увидим, вот это видео мы сделали, инструкцию, как и что нужно сделать. То есть, естественно, это все не смертельно сложно. С этим всем можно разобраться. Это все довольно-таки помогает предприятию функционировать и выполнять свои функции. Вот еще один из уже наглядных примеров, как выглядит непосредственно дополненная реальность. Давайте с вами посмотрим. То есть это какая-то, может быть, бойлерная, в которой у нас с вами существует оборудование. Честно говоря, если бы я сюда первый раз зашел, как неквалифицированный специалист, я бы не смог сразу разобраться, где здесь что находится, какие где датчики, какие мне работы нужно выполнить, что посмотреть. Благодаря вот такой дополненной реальности мы можем поставить наглядные сюда метки, которые будут показывать, где что находится, где показания с датчиков нам нужно проверить, проконтролировать, либо же какие работы нам нужно выполнить. Поэтому дополненная реальность, на самом деле, это неотъемлемая, скажем так, часть вот этой всей большой цифровизации предприятия. Также дополненную реальность можно использовать не только для сервисного обслуживания. Это могут быть как обучение сотрудников, когда мы с вами делаем инструкции в дополненной реальности и показываем людям, как нужно работать с тем или иным оборудованием, куда руки, например, не совать. Также это могут быть какие-то маркетинговые решения, когда вам не нужно, например, как здесь распиливать автомобиль напополам, если вы хотите показать какие-то особенности, например, двигатели или оборудование, вы можете вот так вот наглядно это просто отобразить на планшете, и человек это вполне устроит, потому что он увидит то, что ему хотят показать, и, возможно, даже более наглядно с анимацией. На этом у меня все. Давайте, я имею еще три минутки, давайте я вам покажу, как может в целом выглядеть ThinkWorks, каким образом он визуализируется для непосредственно уже сотрудника, который его эксплуатирует. Здесь у меня, естественно, есть разные примеры. Вот один из них. Это, например, у нас предприятие, которое владеет, не знаю, там, сдает в аренду здание. Что необходимо этому предприятию? Ну, естественно, в первую очередь ему необходимо эксплуатация его оборудования. Вот у нас здесь есть в наглядном виде ссылочки. Мы, переходя по ним, можем попасть в список нашего оборудования и проверить, как оно функционирует, какая там сейчас температура, обороты, посмотреть какие-то, может быть, графики его функционирования. Может быть, если оно вышло из строя, посмотреть графики, почему оно могло выйти из строя. То есть это довольно-таки нужная информация для человека, и она представляется в таком наглядном виде. Вот, опять же, самая распространенная проблема, когда люди на ночь не выключают свет. Вот мы имеем возможность все это здесь проконтролировать, когда в здании все это красиво подключается. Это один из примеров. Следующий пример. Например, у нас есть с вами, у нас предприятие занимается вендинговыми аппаратами. Окей, также SingWorks здесь можно спокойно применять. То есть мы можем применить его для самих аппаратов, мы можем отслеживать количество товаров внутри, отслеживать температуру, если она нужна, отслеживать его состояние, заряд батареи и прочее, какие нужны, может быть, сервисные манипуляции с оборудованием и так далее. Также можно применить, вот у нас здесь есть тракторное предприятие, сельскохозяйственное, у него есть парк техники, ему необходимо отслеживать его состояние датчиков, не слили ли у него бензин, температуру двигателя, не придет ли он к поломке, отслеживать, как вообще человек эксплуатирует ее, не убивает ли он у нас технику и так далее. То есть здесь сценариев применения SingWorks на предприятии великое-великое множество, и только, наверное, фантазия может ее ограничить. Вот еще один из примеров. Это когда у нас есть предприятие, которое занимается электросетями. Мы можем с вами просматривать все узлы сетей, просматривать, может быть, какие-то напряжения, честно сказать, разрывы сетей и так далее. То есть вариантов применения целая куча. И какой основной плюс именно платформы SingWorks в том, что она гибкая, она позволяет интегрироваться уже с существующими какими-то программными решениями, с оборудованием, которое уже стоит на предприятии. И начать, естественно, плавную, а не шоковую трансформацию к индустрии 4.0, к цифровым реалиям нашего мира. Все, дорогие друзья, на этом у меня конец. Денис, я передаю вам слово. Да, Егор, спасибо большое за интересный доклад и реальную демонстрацию решений, что я считаю очень важно. Есть пару вопросов. Отлично, давайте. Да, давайте попробуем ответить. Значит, первый вопрос звучит таким образом. Кто будет анализировать этот огромный объем данных? Нужно ли нанимать штат аналитиков? Это к вопросу, когда вы рассказывали про аналитику. Понимаю, понимаю. Смотрите, здесь на самом деле вопрос неоднозначный, поскольку тематика сама в целом довольно-таки непростая, новая. Объясню вкратце. На базовом этапе вам можно начать внедрение просто так, скажем так, своими силами. Безусловно, вам понадобится какое-то количество разработчиков. Опять же, сказать их количество, отдел это или один сотрудник, я не могу, потому что я не имею представления про ваше предприятие. Здесь напрямую это все зависит от масштаба компании. И здесь нужно уже непосредственно в частности это все смотреть. Но если вам это интересно, мы можем, можете обратиться, мы можем посмотреть на, скажем так, вашу компанию, связаться с вендором, в общем, произвести, скажем так, анализ непосредственно под ваше предприятие и дать какие-то рекомендации, какие вам понадобятся на это ресурсы. Хорошо, спасибо, Егор. И еще вот такой вопросик в самом начале пришел, когда вы начали свой доклад. Каких должностей на предприятии не хватает в области цифровизации в основном? То есть ваш взгляд. Это больше философский, скажем так, вопрос. Знаете, скажем так, на мой взгляд, учиться нужно всегда. Да, поэтому увольнять сотрудников, да, или кого не хватает, здесь вопрос сложный. В первую очередь под, скажем так, например, внедрение этой платформы можно использовать свой какой-то IT-отдел, да, сотрудников, которые этим интересуются. Также, например, как я пришел в эту область. Мне очень был интересен умный дом. Я у себя в квартире делаю умный дом, и мне все это очень нравится, интересно, поэтому я вот пришел заниматься цифровизацией производства, потому что просто мне это интересно. Поэтому сказать прям именно, каких должностей не хватает, наверное, может быть, не совсем, либо я не совсем корректно понял вопрос. Мне кажется, можно в целом любого сотрудника для этого использовать. Самое главное, что мы ему тем самым помогаем. То есть платформа позволяет ему выдавать более актуальную, нужную, полезную информацию. Считать его, что он уже цифровизирован, ну да, если это там, не знаю, та же доярка, но мы выдаем ей актуальную информацию. Ну, мы ее цифровизировали, поэтому вот так. Как смог, ответил. Да, еще вот интересный вопрос, наверное, актуальный для России. Ваша платформа внесена ли в реестр отечественных, в Росреестр отечественного ПО? И не является ли отечественной, да, то есть или зарубежной? Нет, к сожалению, отечественной она не является. Компания корни американские, вот. По поводу Росреестра боюсь сейчас соврать. По-моему, нет. Но боюсь соврать. Лучше письменно напишите, пожалуйста, мне письмо. Я постараюсь этот момент уточнить и вам тогда отвечу. Еще такой вопрос. Где можно побольше почитать про вашу платформу Thinkbox? Есть ли пробные обучающие бесплатные варианты ПО? Конечно, у нас есть, даже больше я вам скажу, у нас есть демо-песочница, которая позволяет, ничего не устанавливая, есть, я лично делал видеоинструкции, как всем этим пользоваться. То есть, если вам интересно, скажем так, поиграться в это все, да, посмотреть, потрогать, пощупать, пишите, безусловно, конечно, доставим доступ, все, постараемся помочь с материалами, как начать и так далее, и так далее.